Приветствую вас, Людмила. Не совсем понятно, почему она называет собой Людей. Вот, все-таки, ну, Людмила, не глядя мне как-то это. Так, более, как-то, ну, как-то, более, соответствует, соответствует решение, ну ладно. Вы говорите, что проблемы в вашем мире. Вот. Ну, вы знаете, я не думаю, что проблемы, вот, если честно, только в вашем мире. Потому что проблемы никогда не может быть только в одном партнере, проблемы всегда в двоих. Вот. И, соответственно, вам нужно здесь, именно, вот, себя, наверное, как-то спросить, да, а что вы делаете, вот вы конкретно, вы что делаете, для того, чтобы эта проблема продолжалась существовать. Вот, да, так, ну, допустим. А вас, так, там, чем-то не устраивает муж, ну, к примеру. Вот. Вот, но вы же с ним, вы же его выбрали, да, и вы с ним ребенка, ребенка завели. Вот. То есть это значит, что он, ну, вас чем-то устраивал, что он вас чем-то, там, не знаю, теплял. Вот. И прочее. А сейчас вы говорите, что в нем проблема. Ну, проблем не только, да? А вот проблема и у вас, в том числе, как мне кажется, и в первую очередь, проблема, вот, собственно, в том, что вы видите у мужчины проблему. Как бы это не звучало, но проблема именно в этом. То есть вот то, что вы видите у мужчины проблему, является проблемой самим по себе. Вот. Потому что, в отношениях, в отношениях принимают участие оба партнера и, соответственно, если в отношениях принимают участие оба партнера, то оба они несут ответственность за это. Вот. А так, чтобы кто-то один был виноват, такого не бывает. Вот. Дальше. Вы пишите о том, что, значит, с вам 30 лет, вы пишите, что ваших родителей уже нет, вот, я вам уже, мне ребенок 55 лет, мне 30 лет, родителей нет моих. Причем действительно, что ваших родителей уже нет, то есть вы как-то вот переживаете по поводу этого, вы отпустили своих родителей и вам требуется помощь в том, чтобы отпустить родителей. И если да, то обращайтесь, поможем, никаких проблем с этим нет. Вот. Потому что я объяснил, как-то вот, не очень понимаю, почему вы говорите. Про родителей своих и про то, что вам 30 лет, тоже не совсем здесь понятно, к чему вы это написали. Вот. То есть, вроде бы это информация, да, но что она, зачем она, вот, пока не ясно. Вот. Так. Дальше. Идем. Следующий момент, значит, живем в квартире с фикровой снизу. Так. И, собственно, и, собственно, и, собственно, и, собственно, что? Что вы живете в квартире с фикровой снизу. То есть, ну, что? То есть, к чему это? Что вы живете в квартире с фикровой снизу? Вот. Ну, не очень, мне кажется, этот момент тоже понятен. Если честно. Дальше. То есть, если вы с ней, допустим, не уживаете с фикровой, то, простите, а как вы к ней вообще переехали тогда? Ну, вы же как-то переехали к ней? Ну, не очень на этот момент. Тоже понятно. Если честно. Да, все. Он охранник, пишите, пишите, пишите вы. Имея в виду своего мужа. Я так понимал. Вечно уставший. Ну, работа у него, я полагаю, тяжелая. Вот. Плюс, человеку, наверное, не нравится то, что он делает. Я сама уже и уставшая какая-то... От чего уставший? Денег всегда впритык. Вот, наверное, все тяну на себе. Я устала просто. Что именно вы все тянете на себя? Ну, что конкретно вы тянете на себя? О чем? О чем есть? Собственно, здесь, ладно, потому что. Как-то не очень пока понятно, что вы имеете в виду. Вот, и не очень понятно вот такая постановка вопросов. Я все тяну на себе. Вот. Так, а что? Вот, что все вы тянете на себя? Что именно все? Вот. То есть, если вам не нравится, вот вам не нравится, что вы там, ну, что вы, как вы говорите, все тянете на себе, да? Вам это не нравится. Я вас понимаю достаточно хорошо. Я вас понимаю. Я могу понять, что вам это не нравится. Вот. Ну, если вам это не нравится, то возникает вопрос. А зачем тогда вы тянете все на себе? Ну, может быть, не надо все тянуть на себе? Как раз. Как раз. Как раз. Таки. Вот. Может быть, вам будет достаточно продемонстрировать, там, своему мужу, что вы чего-то делать не хотите. Что вам что-то не по душе, вот. И прочее и прочее, прочее и прочее, вот. А то, ну, несколько странная получается, на мой взгляд, ситуация. По моему мнению, вот. То есть, получается, что вы в некотором смысле просто не можете сказать нет. Вы не можете сказать нет своему мужу, вы не можете сказать ему нет, вы не можете перестать тянуться на себя, как вы говорите. Ну это вот к вам вопрос, к вам почему так происходит, почему вы не можете сказать своему мужу нет в определенный момент, вот что вам мешает это сделать. Это важно, мне так кажется, если вам тяжело, то свой интерес нужно отстаивать и заявлять о своих интересах мужу. Вот. Не потому ли он вот так относится к вам, что вы не цените себя, например. Не цените свои силы, не цените свое время, не цените свои эмоции, не цените свои желания. Не потому ли. Вы поймите правильно, я вас не обвиняю, но просто момент такой важный момент достаточно. Вот. И мне бы очень хотелось, чтобы вы его вправе с миром. Вот. Ну и смотрите, вы мне задаете вопрос свой, да? То есть вот, ооо, в чем вопрос ваш? Что вы хотите от психологов, что вы хотите от специалистов? Да, очевидно, что у вас есть проблемы. Это очевидно. Можем ли мы помочь? Можем ли мы помочь? Да, можем. Помочь мы можем. Безусловно. Вот. Поэтому мы вам вместе можем. Нужно обратиться к психологу за консультацию. Вот. И в процессе, значит, в процессе проведения семянной терапии, вот, я так полагаю, можно будет говорить о выработке некоторых решений, вот. Которые впоследствии станут, вот, как раз тем, чтобы быть оправданным. Вот и всё. То есть, это вопрос, а хочу ли я вообще быть человеком, да? Вот. Это вопрос, а хочу ли я, хочу дальше быть с ним, вот. А это не хочу. А, в какой момент я, там, допустим, начал чувствовать себя усталой. Да, в какой момент я стал забивать, забывать про себя, вот. А, почему я стал про себя забывать? Вот. Может быть, это началось, там, с рождения ребёнка вашего. Вот. Может быть, это началось ещё раньше, до рождения ребёнка. Что вы думали, когда ваш муж только пошёл на охранника, к примеру? Вот. То есть, как-то, вот, думали ли вы, да, что, ну, что ситуация будет такой, или вы, там, рассчитывали на что-то другое? То есть, ну, вот, как-то вот всё вот это вот как-то нужно разобрать. Разобрать. Что вот это как-то нужно рассмотреть. Понимаете? Вот. И, тогда, я думаю, ситуация будет, ну, гораздо лучше. Вот. Потому что, ну, вот, сейчас, сейчас она крайне, 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 крайне негативная. Вот. Такая вот история. Значит, подумайте, пожалуйста, что вы хотите от психолога в этой ситуации. Подумайте, пожалуйста, какой вопрос вы хотели бы психологу задать. Вот. Вот. И, я полагаю, что вам можно будет помочь вне, вообще, всякого сомнения. Вот. Ну, только, конечно, правословие, если вы специально хотите что-то делать, то вы будете не только на мужа разлагать ответственность. Вот. Ну, и, сами, сами примите эту ответственность и скажете, что, да, я тоже, вот, где-то в чем-то плане была неправа. Вот. И, я полагаю, что тогда ситуация будет гораздо лучше складываться, чем это происходит сейчас. Вот. Вы, сами, вы, сами, в этом, я уверен, убедитесь достаточно, ну, достаточно легко. Вот. Такой вот ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам самого доброго и удачи.